здравствуйте дорогие друзья в студии артур жусупов и сейчас будет очередной уже девятый по счету выпуск передачи задача дня с артуром жусупом я безумно благодарен вам что вы это смотрите для меня на самом деле большая честь быть полезным вам спасибо за ваши лайки подписки комментарии это на самом деле очень сильно мотивирует перед тем как мы приступим к разбору основных задач я просто хотел сказать что у нас вот-вот запустится полугодовой курс по подготовке к мутипед мы вложили в него всю душу мы вложили в него всю энергию все наши компетенции и знания и фактически значит он из себя представляет очень большое количество уроков это комбинация живых уроков пред записанных уроков куча заданий куча вопросов в общем вы записываясь на этот курс решаете вопрос с поступлением для себя в назарбаев университет под ключ то есть никаких проблем с экзаменом мутипед не будет мы берем это все на себя как это будет вообще что это такое пожалуйста переходите по ссылочке в описании задавайте нам вопросы через социальные сети в комментариях к этому видео и вообще любым удобным для вас способом не забудьте что я доступен в инстаграме вконтакте и также в телеграме все ссылочки будут в описании но я желаю вам приятного просмотра ведь следующие минут 15-20 будет нереально полезно для вас спасибо еще раз до начнутся игры здравствуйте дорогие друзья с вами артур жусупов математический учебный центр мсдс и и задача дня да 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 мы возвращаемся и так не минуты не ждем и давайте разбирать вот эту замечательную задачу вот такая вот штучка denotes the product of all the integers from one to n inclusive how many prime numbers are there between six вот с такой штучкой пласту n 6 вот с такой штучкой пластик inclusive и так о чем задача вот многих смутит вот эта вот запись я уже в предыдущих записях говорил что вот такие значки их называют сами англичане фанки символс и они не значат ничего за пределами этой задачи но внутри этой задачи нужно читать инструкцию значит на языке математики их называют операторами то есть какая-то значок какое-то графическое обозначение определенного действия все вот этого штучка n denotes the product of all integers from one to n то есть если вы например встретите три вот с таким вот уголком это будет один на два на три продакт кто следит внимательно за нашими стримами это произведение и так значит когда мы видим вот такую штучку мы берем произведение от одного до трех если это стройкой теперь значит вопрос заключается в том сколько простых чисел за заключено между шестеркой вот с этим уголком плюс 2 и шестеркой с этим уголком плюс 6 и так давайте посмотрим шестерка с этим уголком плюс 2 это будет 1 на 2 на 3 на 4 на 5 и на 6 и плюс 2 это будет ребята 722 можете проверить значит шестерка с уголком плюс 6 это будет ну соответственно 702 еще плюс 4 726 это будет 726 и так нам нужно теперь включительно между 722 листнуть все числа 723 724 725 и 726 prime numbers это числа которые делятся только на себя и на единицу значит ни одно четное число не может быть prime number кроме двойки значит это не подходит это не подходит это не подходит число заканчивающиеся на 5 делится всегда как минимум на пятерку поэтому она тоже не подойдет теперь у нас под подозрением осталось всего лишь 723 то есть один из этих вариантов значит 723 поделится на 3 как я это понял смотрите 7 плюс 2 плюс 3 это будет 12 то есть я взял и сложил все цифры из которых состоит число 723 и об она она делится на 3 12 делится на 3 это будет 4 следовательно и число 723 делится на 3 поэтому она тоже не prime и так значит сколько у нас получилось prime number они скольчика вот такая задача всем спасибо увидимся завтра дорогие друзья с вами задача дня и артур жесупов я рад что вы нас смотрите каждый день потому что мы стараемся выпускать задачей каждый день и так сегодня я вам подобрал вот такую задачку интересную из области геометрии я надеюсь что вы все ее решили а если нет наберитесь терпения запаситесь чем-нибудь вкусненьким и наблюдайте 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 за процессом решения и так у нас фига шоу набав нас просят найти радиус круга значит кто-то предусмотрительно здесь поставил и спасибо ему и так значит на рисунке сверху у нас есть три одинаковые окружности которые касаются тендент это касаются друг друга то есть касается это значит одна точка да и все они пересекают а именно касают и так значит нам дан нам дана вот здесь вот получается так я укрупню чтобы была вот эта информация что вот это шейдер джон он получается равняется у нас вот 64 корень из 3 минус 32 api и так нам нужно найти получается чему уравняется радиус вот этой вот окружности ну что давайте поработаем значит для начала мы давайте посмотрим как они получили вообще как можно получить этот шейдер если вы возьмете вот этот треугольник до площадь этого треугольника в принципе значит мы ее сможем найти площадь значит сторона вот этого треугольника во первых он будет равносторонний она будет равняться у нас если радиус x та сторона у нас будет равняться 2x значит площадь равностороннего треугольника вычисляется по формуле корень из 3 делить на 4 сторона в квадрате в нашем случае это будет корень из 3 деленное на 4 умноженное на 2x квадрате то есть внимание следите за рукой 4x квадрате до что 2 в квадрате 4 и значит корень из 3x квадрате мы нашли площадь треугольник теперь значит от площади треугольника мы отнимаем площадь 3 вот таких вот получается секторов круга до так называется вот мы найдем сейчас площадь каждого секторов и получается умножим ее на 3 и отнимем от площади треугольника значит напомню что площадь я называю сектора кусочек пиццы которые соответствуют углу альфа да то есть от большой пиццы мы берем отрезаем кусочек она находится по формуле с равняется пи умножить на радиус квадрате делим на 360 и умножаем на альфа вот за теми кто следит на канале нашу youtube или за лекциями это наверняка не секрет а если вы не следите за нашими лекциями что надо делать правильно следить это значит у нас получается радиус каждой из окруженности это x значит площадь нашего одного такого сегментика будет пи умножаем на x квадрате делим на 360 и умножаем на сколько градусов до значит не обозначил но так как треугольник равносторонний надеюсь для тебя мой милый друг не составляет труда дедуснуть что это 60 градусов на 6 то есть x квадрат на 6 поскольку у нас три таких сегментика значит мы должны что сделать 3 умножить на и x в квадрате до поделенные на 6 это будет 2 то есть получается и x квадрате папа вам это у нас получается площадь вот такого вот этих вот трех секторов значит теперь что мы делаем значит мы берем и отнимаем у тебя здесь напишу значит поменьше дело значит я пишу площадь треугольника это было у меня корень из 3 x квадрате да даже я вот так пишу x квадрате умножить на корень из трех и минус площадь значит трех секторов да то есть это у нас получается пикс квадрат пополам значит x квадрат пополам умножить на пи обратите внимание я не зря вот так вот написал потому что я могу здесь точно сказать что у меня будет вот получается методом сопоставления я могу определить чему будет равняться x квадрате обратите внимание если мы посмотрим вот здесь вот у меня x квадрате это 64 здесь у меня x квадрате пополам это 32 да то есть если мы вот так запишем x квадрат равняется 64 то x будет равняться 8 да это наше так сказать предположение давайте его проверим на второй части получается 8 в квадрате 64 пополам это будет 32 то есть по-любому наш радиус ребята равняется 8 вот этот метод он называется споставление коэффициента да если кто-то еще не не понял что только что получилось я еще раз говорю что с одной стороны у нас площадь это 64 корень из 3 32 пи с другой стороны площадь это у нас получается x квадрат корень из 3 минус x квадрат пополам пи да и вот мы сопоставляем 64 это x квадрата потому что она стоит перед корень из трех слева и x квадрат корень из трех справа и вот здесь вот 32 она идет место x квадрат пополам все ребят значит надеюсь все понятно спасибо за внимание увидимся завтра всем привет это очередная задача дня вы на странице математического учебного центра и с вами я артур жусупов и так что же мы сегодня приготовили вам а это следующая задача итак значит сразу же давайте будем приступать задачи исходя из любимого подхода кто следит за этой рубрикой знает что у меня была учительница и она всегда говорила же супов без вот такой таблицы к данным задачам не подходи значит у нас есть два участка пути значит на первом участке это 20 миль на втором участке в фори майл стрип значит тоже будет 20 миль за первый участок она проходит или он проходит со скоростью 50 миль в час на втором мы не знаем окей во втором мы не знаем но мы знаем что будет то есть средняя скорость будет 60 миль в час и так значит нам нужно очевидно с какой-то большей скоростью ехать для того чтобы 60 значит ошибкой будет до положить что значит вот x плюс 50 многие наверное сделают так x плюс 50 поделят пополам и равняется это 60 отсюда x равняется 75 вот это неправильно дорогие друзья значит как будет правильно давайте вспомним что такое средняя скорость средняя скорость это все расстояние поделенное на все время вот это вот у нас будет средняя скорость получается все расстояние у нас будет состоять из 20 миль и 20 миль то есть 20 плюс 20 все время время нам не дано скажите вы но нам дано расстояние и скорость которой как бы мы это дело проходили значит 20 делим на 50 это время на первом участке плюс 20 делим на x это время на втором участке и равно это чему совершенно верно это равняется 60 миль в час вот такое уравнение мы получим это будет 40 значит 2 5 плюс 20 делить на x равно 60 и соответственно а вот этот x и будет так скорость с которой мы должны будем двигаться на втором участке чтобы средняя скорость равнялась 60 но здесь остается только дело техники как сказать решить 60 умножить на 2 5 плюс 20 делить на x значит 40 60 поделить на 5 это будет 12 на 2 это будет 24 плюс 1200 делим на x и так значит значит у меня получается здесь будет 40 минус 24 умножить на x это будет 1200 значит я не без всякого зазрения совести возьму калькулятор и почитаю это на калькуляторе но естественно я могу это сделать и без калькулятора в чего и вам желаю до x у нас будет равняться 75 значит 75 это правильный ответ задачу но и мы увидимся эй всем привет дорогие друзья с вами артур жусупов и задача дня сегодня значит мы для вас приготовили следующую задачу если x и к целые числа и 12 степени x умножить на 4 степени 2 x плюс 1 равняется 2 на к в степени к умножим на 3 в квадрате чем уравняется значение к и так 12 это у нас 3 x на 4 x и это у нас будет 4 на 2 x плюс 1 так здесь у нас получается 2к на 3 квадрате вот это нам дает значит основание полагать что мы должны разложить во первых основанию 3 и по основанию 2 здесь у нас пока 4 значит вот эта четверка это будет 2 в степени 2 x вот эта четверка будет 2 в степени 2 умноженное на 2 x плюс 1 надеюсь здесь как бы проблем нету ребят если есть то давайте к нам на курсы у нас научим ну и все равно давайте если даже нет проблем окей значит теперь что у нас здесь будет 3 в степени x здесь у меня будет 2 в степени 2 x плюс 4 x плюс 2 равняется 2 в степени к на 3 в квадрате так 3 в степени x теперь значит 2 в степени 6 x плюс 2 равняется 2 в степени к на 3 в квадрате окей значит что мы можем сказать отсюда что мы можем сказать так во первых мы можем сказать просто сопоставить вот эти вот степени что у нас к равняется 6 x плюс 2 а x у нас равняется 2 да то есть вот 3 в степени x равняется 3 в квадрате значит x равняется 2 защитка у нас будет равняться 6 умножить на 2 и такое это будет 14 парам парам пам ну что ж увидимся завтра ну а вы ребята не забывайте что мы проходим полугодовой курс по ну пипет на котором вы узнаете все хитрости и тонкости экзамена и фактически вы решите вопрос поступления митарбаев университет подключить дорогие друзья здравствуйте сегодня у нас очередная задача дня и с вами артур жусупов да да каждый день я стараюсь записывать решение разборы одной задачи для того чтобы вы могли прокачивать свои скинсы и для того чтобы поступить желаемый университет стать муфипет не сайте любой другой тест для вас не было проблем и так сегодня у нас задача довольно легкой из области алгебры если 3м делить на x равно 2 а y делить на 4 равно 3 найди 3 плюс y до поделенные на x плюс 4 так но отсюда мы берем что x равняется 3 на 2 отсюда мы берем что y равняется 12 и тупо сюда подставляем значит 3 плюс 12 равняется 3 на 2 плюс 4 значит здесь у меня будет 15 вещь у меня будет 8 плюс 3 11 вторых в этом получается 30 все ребят всем спасибо увидимся с вами завтра и